Слышно меня или нет? Так, есть, да, Наталья? Я слышно. Всё, спасибо. Значит, запись пошла. Сегодня мне помогает здесь Алексей Дьяков. Спасибо, Алексей, заранее, чтобы не забыть поблагодарить. Вот. Сегодня Всемирный День Друзей. Поздравляю вас всех с этим делом. Не забудьте своих друзей всех тоже поздравить, кого можете обнять. Итак, приступаем сегодня к теме. Как всегда, значит, немножко будет вопросов, информации. В общем, всего понемножку и по тематике. Значит, с чем хотелось бы с вами поделиться. Прошло и обучение, и конференция в Литве, в Вильнюсе, в эти выходные. Значит, очень хорошее обучение было. Обучающим тренером был режиссёр и классный вообще в странах Балтии, да не только здесь, он и в России как бы работает. Я забыл, он латыш сам по национальности. Он обучал мастерству подачи информации, маркетинговой информации и так далее. Причём это мы тестировали, отрабатывали именно на примере нашего продукта. Причём нашего продукта в новой его трактовке. Об этом мы тоже сегодня как бы по результатам ребрендинга будем говорить. Продукт не меняется, меняется и к нему отношение, скажем так. Вот, и наши возможности, или по крайней мере мы обязаны будем более внимательно относиться к тому, что слетает с наших уст. Это очень важно понять и этим, ну как бы, руководствоваться. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Вот, теперь, поскольку готовятся и находятся в различной стадии различные пакеты обучения, об этом тоже мы слегка сегодня поговорим. Вот, и как это вписывается в наши последующие действия, потому что раньше вот мы обещали, обещали, сейчас выкристаллизовалось в особенности в условиях ребрендинга, как мы это дальше делать будем. То есть не было бы худо, да не худо, повезло, скажем так. Хотя всё само по себе, ничего тут плохого нету, но есть некоторые процессы, которые не совсем нам благоприятны, в особенности, значит, на финишной прямой нашего марафона, скажем так. На этом, в этой фазе марафона, или на этом первом марафоне. Вот, таким образом начнём, значит, может быть... А, ещё по информации, значит, это Вильнюс. Теперь, что дальше? Буквально сегодня, вот, вернее, ночь сегодня на завтра я в 5 часов сажусь на самолёт, улетаю в Франкфурт, через Франкфурт. Мы летим вместе с Франтишиком Соларом в Нигерию, в Лагос, вот, где будет мероприятие для нигерийских инвесторов-кредиторов. Причём, там будет интересное несколько встреч с крупными, ключевыми, возможными инвесторами. Ну, скажем так, они уже больше возможны, чем невозможные. Вот, будет там обсуждение и механизма, как мы дальше сотрудничать будем, потому что там дело очень серьёзно закручивается. Только мы вернёмся, оттуда улетим, и, скорее всего, следующий вебинар, это будет там какого-то там, по-моему, 12-го числа, нет, не 12-го, а 17-го. Я буду вести где-то в пути. Одним словом, я смотрел по этой самой, по календарю, мне придётся откуда-то в пути вести его. Таким образом, впереди до конца года ещё много дел. Сегодня, по-моему, заканчивается 5-го числа, да, заканчивается у нас 13-й этап, и об этом тоже ещё пару слов. Таким образом, пойдёмте дальше. Вопросы. Денис задал вопрос, а наследовать доли можно юридическому лицу, например? Ну, вы знаете, например, можно кому угодно. Можно, вы же знаете, что наследовать можно, пардон, и своей домашней скотинке, что делается. Вопрос только в том, что это будет и как это будет выглядеть. Это очень спорный вопрос. Вот, наследовать, в принципе, можно юридическому лицу, но вы же понимаете, что юридическое лицо стоит на третьей, на четвёртой или на пятой линии. И любой из родственников может это дело оспорить. Поэтому тут надо думать, стоит ли наследовать юридическому лицу. Вот такое дело. Лучше дождаться и не спешить наследовать. Так, многие задают вопрос, будет ли продление срока перехода. Приводит причину, что были сбои, были проблемы с перечислениями там кредитов и финансирования. Вот. По всей вероятности не будет. 99% что не будет, но будет дан интересный пакет, который покроет, как бы, вот эти, ну, невзгоды или эти, скажем, неудобства, которые возникли здесь, и там ничего сильно жалеть будет. Так. Объявлено будет отдельно. Насколько я знаю, я некомпетентный об этом говорить. Изучив белую бумагу, сможете в установленный срок обновить своё авто. Ха-ха! Олег поговорил на эту тему. Вопрос там такой интересный. Всех волнует, не всех, некоторых волнует, когда я сменю свою машину. Я её, кстати, сегодня в ремонт отвёз. Не в ремонт, а там на стройку, значит. Ну, уже старенькая. Больше 300 тысяч наездила. Километров. 306 тысяч. Вот я съездил в Бильнюс, ещё 2 тысячи добавилось. Так, теперь следующий вопрос. К этому чуть-чуть вернёмся, ещё обратно, Олег, если я не забуду. Как и насколько ребрендинг, значит, будет влиять на нашу деятельность. Ну, там, что такое ребрендинг? Это и внесение изменений в название компании, корректировка сайта, рекламы, рекламной информации, подачи рекламы, подачи информации вообще как таковой. Где, что, как, можно говорить, будет влиять на нашу деятельность. Будет влиять, но в хорошем смысле этого слова у нас, скажем так, сильно ничего меняться не будет. Только будет правило игры и выражений, которыми мы пользуемся, надо будет очень чётко за этим следить. Вот, и об этом я тоже сегодня дальше буду там на нескольких схемах показывать, рассказывать. Так, дальше. А, вот был вопрос. Возник, задавался вопрос там через посредство других членов, что возник такой вопрос у наших коллег, что чё-то тут Маслова опять нарисовал, здесь было 60, да? 19-й год, 13-й этап, 60. Да, вы знаете, я просто взял, ну, бывает самая проруха и на меня, кстати, не единожды, вот, что достаточно большой пакет, вот, там человек по 50 тысяч платил, и вот этот мой товарищ, которого я называл, да, вот, ну, я взял у него тот дисконт, который у него был, у него 350 тысяч там было, по-моему, или больше даже. Ну вот, фактически средний дисконт 40, это сильно не меняет. Если здесь было 195, теперь 192 раза, понимаете, в его случае капитализация изменилась по сравнению с 2015 годом, понимаете? 6 тысяч я взял только по тысяче, по тысяче, чтобы проще было понимать, вот, взял, фиксировал этот вклад, у него значительно больше вклад, это я сделал такой, ну, скажем, наглядный пример просто на его базе, чтобы ничего не выдумывать, вот, что у него хорошо как раз было примерно так, вот, и рост капитализации инвестиций, то есть он инвестировал, его, я там покажу, что инвестиция сначала кредит, потом кредит, когда он превращается в инвестицию, вот, в разах, 192 раза по сравнению отсюда до сюда, за эти годы, еще 2020 год не наступил, фактически эти этапы тоже не наступили, но он инвестицию уже сделал, понимаете? Или сделает вот буквально с временем, я взял просто наглядно там, эту срочку, и здесь я тоже изменил процент, чтобы правильно и лучше понимать, то посчитав по месяцам, получается 50% в месяц, где вы такой бизнес еще найдете? Да, конечно, это не ликвидный бизнес, это не такой бизнес, что ты вчера вложил, и сегодня можешь этим пользоваться, но тем не менее, то, что ты вложил, оно таково, и без всяких дураков мы это видим, плюс, ладно, цифры, я сюда добавил еще, значит, еще капитализация, в чем она выражается? Я повторяю это специально, чтобы вы люди понимали и не говорили бы в интернете, ну, неких, скажем, небылиц и глупостей, сооружение экотехнопарков, здесь на 16-й год это была капитализация, да, капитализация, дальше шел прирост экотехнопарка, его наращивание, я еще вот буквально недавно, мне попалось в Вильнюсе, мы рассматривали там фотографии, значит, фотографии, где Анатолий Эдуардович вкладывает капсулу времени в землю экотехнопарка в 2015 году в августе месяце, понимаете, там вообще ничего не было здесь, была только технология, дальше 17-й год, уже экотехнопарк начинает функционировать, оборудование закупается, лицензии куплены, далее еще больше здания, сооружения, оборудование, сертификаты, это все имущество, дорогие друзья, это есть капитализация, это не какое-то бла-бла-бла, кто-то где-то чего-то нарисовал, это вот лопата, так она стоит в углу лопата, понимаете, прирост активов, активы приросли, что это такое, это в балансе, мощный прирост, было задекларировано, зайдите, посмотрите на сайте головной компании, извиняюсь за островной технологии, стучите, введите его в интернете, есть у всех доступ к балансу за тот год, плюс то, что было объявлено в головной компании, по поводу имущества, как оно приросло и каково его состояние на середину этого года, больше 50 миллионов, производственные знания, экотехнопарк, инновационный парк в Шарже, проекты строительства доля рынка, Skyway Global Token, это тоже капитализация, дорогие друзья, поэтому процесс идет, эта таблица, я ее прошу пользоваться не для того, чтобы размахивать и говорить, но для понимания, что мы нормально, и поэтому этапы 14 и 15, дай бог нам в 15 этапе тоже поучаствовать, если его не перекроют, мне в Вильнюсе спросили, а сколько нужно, чтобы перекрыть, я думаю так, чтобы перекрыть 15 этап, нужна инвестиция в 200 миллионов, вот, это мой прогноз, если, или когда, если, когда, один или два инвестора говорят, мы закрываем это дело, то дело и закроется, и это вполне реально, я не вижу здесь никаких возможностей, поэтому достаточно скоро, дорогие друзья, как один мне товарищ назвал, говорит, ну вот, я инвестировал, для него это тягомотина, для кого, это бизнес, причем очень хороший бизнес, я вам повторю, значит, ошибки, которые люди делают, во Вьетнаме, во Вьетнаме, значит, начали там подлавливать инвесторов, кредиторов, топ-эксперта, ну вот, подошли к нему с вопросом, ну вот, ты топ-эксперт, расскажи, пожалуйста, какой, как ты, ну вот, что ты от этого вообще имеешь, от этого процесса, и вот он, давай хвастаться там, что он там чуть ли не 10 тысяч долларов в день может заработать, понимаете? Да, конечно, там были такие периоды, когда очень большие инвестиции делались у некоторых топ-экспертов, ну, в день там 10 тысяч, это, конечно, сказка, но хвастаться не надо того, чего нет, потому что, а там пошло, начали рисовать курицу, несущую золотые яйца, в общем, там целый цирк, вот мы сейчас едем в Вьетнам, летим, даст Бог, значит, все нормально тут будет, с билетами и прочие дела, с Франтишем Соларом, одним из вопросов о Вьетнаме будет, именно выступление в телевидении, и, ну, показать, что есть что, и об этом мы тоже сегодня еще поговорим, и это очень важно понимать. Так, так, всем привет, да, далее, далее, друзья, не постесняюсь и не поленюсь повторить, забудем третью фазу, две фазы, первая заканчивается, все, вот она уже, здесь было, что важно, сертификация Skyway технологии или инновационной технологии, СВ, технологии, выход на рынок, подготовка на рынок, мы идем дальше, первое, это освоение рынка транспортных систем, вот в этот период, как минимум, может быть, это и больше, чем 30 до 35 года, второе, это новые технологические проекты Skyway, развитие его, да, и вывод акции на IPO, тут трудно сказать, что там после А, первое, С или Б, вот, и, естественно, запуск платформы блокчейн, значит, SkySV Global Token, это очень важно, вот та среда, в которой мы функционируем, и прошу это четко понимать, потому что на этом базируются все наши дальнейшие действия, это тем, кому интересно, а кому не интересно это дело, просто понимайте, что в пространстве такие возможности есть, я вас, ну, могу, не пугая сказать, что идет, и кто не осознал, тогда постарайтесь осознать, или, по крайней мере, зафиксировать у себя, что идет мощнейший, как бы, процесс смены, как бы, концепции или логики бизнеса. Многие просто вот шалеют, потому что компании, тут у меня есть партнеры, которыми я раньше работал, они часто обращаются с вопросом и спрашивают, Владимир, что делать? Вот такие вопросы задают. Как быть? Потому что предприниматели, руководители компаний не могут уже ориентироваться. Они видят, что старая логика предпринимательства рушится на ходу. Банки просто предупреждают, если есть какие-то там, скажем, сомнительные, как сомнительные, условно сомнительные, там из России или откуда-то, переводы, там какой-то бизнес, все, они счет начинают закрывать. Что делать дальше? Понимаете? То есть сейчас очень много изменений, но это так по-крупному, а нам, кто мы занимаемся, как бы пытаемся или хотим заняться бизнесом, инвестиционным бизнесом, и бизнесом как таковым, не только инвестиционным, надо понимать, как действовать, чем пользоваться. И прогноз о том, что начиная с 2017-2018 года интернет-бизнес будет просто, ну как бы взрывно развиваться, он подтверждается. Сейчас просто интересные данные, но это не тема нашего сегодняшнего вебинара. Я поэтому здесь не буду заостряться. Теперь следующее, дорогие друзья, смотрите, что очень важно понять. Существо дело и как нельзя манипулировать термином Skyway. Видите, здесь наверху написано, да? Термином Skyway. Есть технология Skyway SV. Да, есть таковая. Она принадлежит, можно сказать и говорить, что кто хочет с ней ознакомиться, пожалуйста, обращайтесь к основному сайту головной компании, которая владеет технологией Skyway. Нам туда не соваться. Можно свое представление, но не афишировать им, нигде не выставлять, как я понимаю Skyway и так далее. Это все может быть очень плачевно кончиться, вплоть до судебных или материальных санкций. Понимаете, да? Пользоваться технологией больше нельзя. Я сейчас объясню почему. Потому, в первую очередь, что технология и ноу-хау Skyway это одна сфера, которая существовала. Но мы ее связали с процессом кредитования проекта Skyway. Какое-то время шли. Об этом уже говорилось больше года назад, что это надо разъединить здесь между собой. Понимаете? Потому, что как только здесь мы набрали много уже, скажем так, висячих нареканий, нападок и прочего дела, а кто-то знакомится с технологией, говорит, о, это Skyway, это такая ерунда, там у них такая каша, они там пирамидят, там их все обвиняют, они там с финансовыми инспекциями, никто же до конца не разбирается. И получается, как в том анекдоте, который я всегда повторяю, что был случай, значит, что у Ивана Ивановича сперли шубу, понимаете, в раздевалке, в театре. Ну, взяли и стащили. А потом, когда его нужно было куда-то там назначить выше, кто-то на собрании поднял в президиуме руку и говорит, вы знаете, я, конечно, не знаю, но я вас должен предупредить, что он хороший человек. Но вот он связан с кражей шубы. Я точно не помню, то ли у него стащили, то ли он стащил, но давайте на всякий случай его не выдвигать. Понимаете? То есть вот точно та же самая история может, или вернее, срабатывает здесь. И во Вьетнаме сейчас нам придется очень много чего поделать, чтобы этого всего не было. Хватило одного, значит, информационного трехминутного блока в телевидении этого самого, где репортер, значит, в отмеску за то, что ему не удалось договориться со своим другом, сказал, я тебе покажу, что стоит твой скайвей. Попытался там размазать, хотя в основном опирался на то, что делалось со стороны наших так называемых партнеров из бывшего свига. Теперь его уже нету как такового, переименовали его, они уже сделали ребрендинг. Вот, и это все очень чревато. Поэтому еще раз разделяется, это есть основная причина. Дальше я еще поманипулирую, покажу, что здесь разделяет. Технология это одно, процесс кредитования проекта, скорее всего, он уже не проект. Мы кредитуем инновационную технологию, все. И кредит как таковой, он сначала кредит с момента до момента, пока человек не нажимает кнопку, что он забирает залог, который он получил под начало кредита, если он по пакетам, через пакет кредитует. Тогда превращается в инвестицию. Причем инвестиция внутри компании не традиционная, скажем, это не является инвестиционным бизнесом, в понимании, значит, которая требует регистрации этого бизнеса в различных там органах налоговых и финансовых. Это инвестиции внутри компании, которая сначала прокредитовала, дальше проинвестировала. И эта логика тоже в какой-то степени будет у нас меняться. Поэтому здесь очень важно это понимать, дорогие друзья. Так. И еще раз, об этом мы уже говорили, но еще раз. Значит, вот этот наш процесс, о котором мы сейчас говорили. Евразия, Нарелска Виссистент Холдинг, инвесторы, через платформу инвестиций СВЦ. Компания так и будет теперь называться. СВЦ. Будет объявлено, значит, Social World Society. Скорее всего будет это название. Но я не беру сейчас утверждать. Давайте не будем за него цепляться. Я пока просто обозначаю, что это СВЦ. Дабл ВЦ. Компания будет называться. И дальше будем смотреть, что мы будем делать. Сайт будем исправлять и так далее. Агент-гарант эта компания остается в какой-то степени. Но не эта компания, а именно ею выбранная другая компания, которая осуществляет вот эту деятельность. Если вы посмотрите в договоре кредитования под залог, то там иная компания зарегистрирована на островах. Она это дело осуществляет. Как бы оперирует счет этой платформы или по поручению этой платформы. И в контакте с GTI и с Евразией. Но, как я говорил, топчутся инвесторы, которые являются очень ключевыми. Для них очень важно, какие условия. Они вообще не хотят слышать о том, что какой-то процесс тут происходит. Они говорят, это ваш бизнес, вы его привели. И давайте как бы разъединять. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот. И поэтому здесь, значит, что сейчас у нас где-то около 100 миллионов. Условно, не цепляйтесь за эти цифры. Я нигде ничего не считал. Я так экспертно оценил. И необходимо еще 200 миллионов. Может быть чуть больше. Может быть чуть меньше. Но трасса в той логике, которая необходима в Объединенных Арабских Эмиратах, это совсем не та трасса, которая планировалась в Белоруссии. Она, во-первых, длиннее. Во-первых. Во-вторых, она в других условиях. С другим объемом работ. С другой рабочей силой будет выполняться. Понятно, да? Вот. И по другим условиям. Там масса других условий. Поэтому она, естественно, дороже. Она требует еще и значительно больше испытаний. Потому что там другие условия. И это все следует тоже учитывать. Поэтому, а осталось в основном это сделать. Вот. Теперь, что будет владелец инновационной технологии дальше делать и как решить GTI? Видно будет. Но завершение проекта этих этапов осуществится и уже начатые строительные этапы. Даже я вот на днях удивился, когда мне сказали, а что это ты стесняешься? Все время говорили, когда там бульдозер, когда там экскаватор, первый ковш поднимет. Да там не только первый экскаватор, там уже целый ряд этих самых опор выстроен. Но первым строительным проекте в Объединенных Арабских Эмиратах. Так что тот проект тоже уже пошел. И целый ряд проектов идет в завершение проектировочных работ. Так что тут, но смотрите, но тем не менее, что дальше? Мы здесь как были, так и есть. Но очень важно то, что ключевые инвесторы, они делают целевые инвестиции. Они скорее всего будут, надо знать, какие, значит, опционные условия они получат на акции GTI, Евразии, Нарелоскописи Симс Холдинга, чего? Для них это очень важно. И поэтому этот процесс будет идти отдельно до 14-15, может быть, только 14 этап. Этот отдельно. Будут другие строительные проекты, будут другие условия. И тогда уже будет совсем на иных условиях будет привлекаться инвесторы, кредиторы-инвесторы вот из нашего сообщества, скажем так, из широкой сети. И дальше делается это все. И это часть, то, что мы вели, ведем и будем вести, но несколько иначе. И то, что здесь по целевым проектам появится, может быть, там еще решат, что более расширить надо фазу 15-го этапа. Но инвестиции пойдут от стратегических инвесторов. Это значит, что и нам надо искать инвесторов, которые могли быть ключевыми стратегическими инвесторами. Ничего страшного, что и в этом процессе здесь тоже появятся таковые. Но этот процесс между собой, скажем так, его надо отделить. И здесь будет своя система. Но в любом случае и для этих крупных инвесторов, и для нас, мелких инвесторов, которые народное кредитование или народное финансирование осуществляли в течение пяти лет, важны акции, которые выведены на биржу. Теперь об, значит, маленький комментарий в сторону. Кто слышал, кто нет, слава богу, что не слышал эту кашу, которую излагал один из, значит, так называемых партнеров, или инвесторов, или еще кого-то из бывшего СВИГа, значит, он там заявлял, что это стратегия компании выхода по выходу на рынок, выход на IPO, одним словом, через три месяца будет уже 30 долларов, там, чуть ли не акций. Вот абсолютная каша, понимаете? Дело в том, что не с 30 всегда выводятся акции на открытый доступ или IPO по номинальной стоимости. В нашем случае номинальная стоимость доллар. И рынок, а не кто-то там, Иванов, Петров, Хавратов, Маслов, я не знаю, кто еще там, Юницкий, утвердят, какова стоимость будет, рыночная стоимость этой акции, рынок покажет. Причем наш доступ к этому рынку будет через 180 дней после того, как он откроется. Мы 180 дней будем сидеть и смотреть, как меняется, в зависимости от номинальной стоимости, рыночная стоимость акций. Таковы правила, и это надо знать. 180 дней это как минимум полгода. Поэтому, еще раз повторю, всякие прочие сказки, это, значит, инсинуации и спекуляции с фактами, чтобы давайте быстро-быстро бегите сюда к нам, понимаете? И еще раз, мы не приобретаем акции, а мы кредитуем проект. Прошу вас выражаться правильно. Причем, что только не услышишь в интернете, я не буду говорить кто, уже достигший человек, достигший уровня эксперта, вдруг перед большой аудиторией начинает заявлять, что Анатолий Эдуардович Юницкий, значит, придумал технологию «Сковик Кэпитал», в 2013 году начал ее внедрять в рынок. Ну, слушайте, надо же думать, о чем люди говорят. Поэтому лучше не сказать, чем пересказать. Понимаете? Так, нет моему возмущению предела. Итак, дальше, дорогие друзья, к чему, как бы, что вот в результате ребрендинга, что еще будет изменяться, и это уже точно. Кредитование проекта это есть, оно было, есть и будет. В его результате возникают у инвестора акции, вот он кредитует, возникают акции. Но, плюс к этому, сейчас будут комбинированные пакеты подготовлены, кредитование как таковое. Кредитуешь, ну, условно говоря, кредитуешь 250, получаешь бонусный пакет обучения. Понятно, да? Кредитуешь, получаешь бонусный пакет обучения, там условие будет изложено. На котором ты можешь шаг за шагом, используя эти пакеты, предложенные по системе, освоить инструменты, скажем так, интернет-бизнеса и управление этим бизнесом. Два отдельных среза, два, как бы, два модуля. И об этом дивидендов ходится, всем ходится, я потом скажу. Вот, поэтому это очень важно. Вот, какая модель нас ждет деятельности. Далее, что далее, дорогие друзья? Надо же знать, завершение проекта этапа 14-15. Но, начинаются пакеты обучения вводиться, которые, как я уже сказал, инструменты бизнеса вводятся, так, интернет-бизнеса и навыки управления этим бизнесом. Далее, параллельно, мы знаем, что идут строительные проекты по инновационному транспорту и созданию сети Транснет. Видите, нигде нет на одного слова про СВ. И сопряженные эко-проекты, с которыми мы тоже работаем. Поэтому, тот, кто освоил, готов, пройдет, он вступает в индивидуальный бизнес или же участие команд в проектах отсюда получается. И, естественно, это все происходит ради открытия акций или открытого их вывода на IPO или же, дорогие друзья, на платформу. Значит, завис процесс, понятно, для меня тоже завис, по непонятным причинам. Никто не дает ответа, поэтому я даже выдумывать ничего не буду здесь. Будем ждать. Будем спокойно ждать, значит, что будет сказано. Потому что, фактически, по идее, должна была бы пройти уже, значит, размещение. И, в принципе, я не исключаю, что, может быть, готовит вообще головная компания ввод ключевых инвесторов через Skyway или SV Global Token. И это говорит о том, что начнет работать платформа, платформа SVG, вот, в той части, которая является ее, ну, как бы, капитализационной частью, это автоматика управления всего, то есть имущество, на котором базируется эта платформа или ее же, или ее ноу-хау, она делается. Но пока нет, вот, скажем, механизма, который был бы нам интересен. И поэтому я не исключаю, что одним из средств введения акций или, скажем, их активацией станет обмен на токены, раз, вот, и, скажем, ликвидность за счет токенов. Хотя, с другой стороны, можно сказать, что, ну, да, ну, какая разница, значит, манипулировать, с одной стороны, акциями, с другой стороны, токенами. А деньги, где ZIN? В какой тумбочке? Поэтому, скорее всего, начнется процесс продажи токенов. Вот, а уже как он пойдет, там же ведь по белой бумаге там видно, сколько миллионов надо первое, второе там размещение, предразмещение, по-моему, так бы называлось, вот, собрать, и там тогда видно будет. Это все до первого июля следующего года, если сроки не будут изменены. Поэтому этот процесс начат, и нам просто остается сейчас ждать. И, кстати, поэтому вот, вот, что далее нас и ожидает. Так, вопросы еще. Будем ли мы со владельцами в проектах Космических дорог и ГУМУС? Все возможно, Людмила? Значит, Космические дороги, это более отдаленный проспект, проект. Все человечество будет там с автором. Там очень большие деньги нужны. Вот, это, я думаю, что будет планетарный проект. Он иначе не состоится. Хотя по суммам там можно и более, ну, как бы, он не такой уж и большой по сравнению с тем, как он мог бы быть. Но, опять-таки, кто раньше делал такие проекты? Потому, эта сумма тоже такая ориентировочная, расчетная. Я думаю, что он будет больше значительно. По разным причинам сейчас не будет вдаваться. Поэтому, наиболее близко, наиболее близко, да, если мы посмотрим, здесь, смотрите, вот по этой схеме, по этой схеме, то наиболее близко для нас сейчас вот этот период, 20-35 год. Новые технологические проекты. ГУМУС, да. Вот, я как эксперт вижу перспективу работы с ГУМУСной технологией. Если поручить нам, или, скорее всего, скажем, правильно так, если владелец этой технологии, главная компания даст такое задание, то мы подготовим, как бы, механизм выведения, доработки этой технологии, доведения ее до рыночного состояния. То есть, до ее использования. Потому, что одно дело хорошо говорить, что у меня здесь стоит ящик ГУМУСа, и есть технологии. С другой стороны, а как ты его выведешь на рынок, и что ты будешь торговать, и сколько ты можешь ее произвести, на каком этапе, как, куда, для чего, как ее использовать. Там тысяча и один вопрос. И этим головной компанией некогда заниматься, я уже не говорю о самом Анатолии Гвардовиче. Есть несколько партнеров, которые потихонечку держат палец на пульсе, не более, как я понимаю. Поэтому договоримся будет, и тогда, естественно, будет возможность войти в это дело. Естественно, значит, в проектах ГУМУС, я так думаю, что по всей вероятности, до того, как начнут строить большие трассы, можно будет и нужно будет уже начинать строительство эко- или так называемых линейных поселений, и пред, ну что ли, предпроекты будущих линейных городов. Скажем так, транспорт это средство, и зная, как будут развиваться транспортные трассы, поселения мы уже можно будет начинать, отрабатывать технологию, в первую очередь, строительство эффективных эко-домов. На основе, значит, тех идей, которые разработаны, и уже что-то применено в эко-технопарке. Но там тоже много чего следует сделать, и как эти дома, куда выводить, как их проектировать, как получить разрешение на их строительство, потому что есть новые технологии, которые не применены. Их тоже надо, ну, скажем, не лицензировать, а, по крайней мере, получить на них технические условия, чтобы их принимали, потом они были бы приняты в эксплуатацию. Так, ох, Татьяна Сибирь, значит, возможно ли в компании только за токены? Возможно ли вход в компанию за токены? Нет, компания нет, я думаю, что нет. Пока нет. В какую компанию, я не знаю, но могу сказать, нет. В какую вы компанию хотите войти? Михаил Сибирь. Многие не доживут до 35-го года. Почему не доживут? Это как вы запланируете, так есть. Ну, кто не доживет, ну что ж поделаешь, ничего страшного. Мир-то продвигается дальше, естественно, кто-то уйдет, кто-то не уйдет, кто-то родится, и уже будет 15 лет ему в 35-м году. Так что, ничего страшного, мир таков. По крайней мере, те, кто уйдут, уйдут со спокойной душой, что они участвуют в таком важном деле. И это тоже важно. Предложение по поводу выплат 75 плюс, Татьяна Сибирь. Логично было бы предоставить возможность обратно выкупа тем, кто пришел. Деньги где взять? Понимаете? Деньги и структуру. И в первую очередь требуется изменить, изменить устав. Не устав, а внести изменения в устав и принять решение. И теперь представьте, что это сделали. И теперь начинается процесс с ключевыми инвесторами. Они начнут смотреть, а что тут произошло, а что тут GTI делает? А, так она еще там приторговывает, понимаете? Это надо очень осторожно делать все. Здесь, Татьяна, Сибирь из Сибири, можно различные модели как бы придумать. Я, например, могу, извиняюсь, я могу здесь сесть вам написать там любые, но надо думать ради чего это делать, понимаете? Конечно, хочется продать. Вот. Ведь понятно же, что 75-100 лет и выше не сами регистрировались, а дети, либо внуки оформили на них инвестиции. Надо смотреть, как больше компаний пользуются. Ну да, а это именно те инвесторы, которые верили на стартапе. Лояльные инвесторы, согласен. Это очень важно. И это понимает компания, и поэтому, естественно, сейчас, ну вот, закончат они расчет. Вот не знаю, ну что я могу сделать. Мы уже полтора месяца назад, если не больше, в начале октября, вот два месяца уже почти, передали, значит, модель, как 75 плюс до 90 плюс это дело делать. С этой акции сейчас очередь. Да, да, там примерно такая логика есть, но небольшими порциями. И, ну там, я уже боюсь давать какие-то обещания, значит, потому что уже от нас не так много чего зависит. Предложения мы делаем, думаем на этот счет. И я согласен с вами, здесь есть что сделать. Сделать. Вот. Но поскольку, как я уже сказал, нет худа без добра, значит, ребрендинг дает нам кое-какие новые возможности. И поэтому, скажем так, вот эта компания SVC, она будет заниматься, она будет заниматься дальше тем, чем она занималась до 14-15 этапа. И в проектах, в других проектах, экологических проектах, а уже, значит, другая структура вместе с этой компанией будет заниматься отдельно обучениями и отдельными, значит, блоками. И я не исключаю, что, возможно, будет, скажем так, использовать, что-то придумать. Я боюсь уж что-то говорить, мне уже шею намылили за мои высказывания, значит, и мои измышления, пока они нереальные. Поэтому не буду ничего объяснять, лучше я промолчу. Вообще-то, по бизнес-плану, 25 миллионов на 14-й, 25 миллионов на 15-й этап. Но вы не ослышались, я сейчас объясню, почему. Потому что, значит, у нас тотальное недофинансирование с одной стороны, но с другой стороны у нас высокоскоростная технология не построена. Если мы посмотрели бы по, значит, по реальным затратам в бизнес, необходимым затратам на высокоскоростную трассу, на ее сертификацию, на строительство сертификацию, проектную часть сейчас, она спроектирована, ее надо только привязать сейчас к новым условиям, эта часть сделана. То там нужно было где-то до 100 миллионов еще, которые не делались на 12-м, на 13-м, на 14-м этапе. То есть мы должны были строить уже с 12-го этапа высокоскоростную трассу. Но вы знаете, кто не знает, узнайте у партнера. Могу сказать, что в Белоруссии на этот счет нам тему закрыли. Значит, и то, что нам предложили, нам не подходило. То есть не нам, а головной компанией. Понимаете, то есть несерьезно. Хотя там все согласования, 28 согласований было сделано, и 29-е согласование, которому не нужно было, оно вдруг появилось. И это, значит, был согласователь там какой-то, значит, попернатым, по перелету пернатых птиц, советник при ком-то, который сказал, да, там через то болото, где эти, значит, нелюди из транспортников собираются провести трассу, вот они там не смогут три гнезда сделать, потому что там они рядом трассу проводят. Хотя там масса разных вещей делают. Ну и так далее, и так далее. Там можно долго говорить на эту тему. Юницкий об этом говорил, послушайте его выступление, не буду пересказывать и придумывать что-то. Вот, поэтому из-за этого, что там пришлось отказаться, слава богу, нашлись партнеры, который сделал все для того, чтобы появилась земля под эту трассу в Объединенных Арабских Эмиратах, значительно длиннее, чем не только 25 километров, а там длиннее различными частями. Вот, и это потребует, как я уже говорил, значительно большей суммы. То есть, на мой взгляд, я так думаю, я не сильно ошибусь, это мое представление, необходимо еще до 200 миллионов, примерно. От 130 до 200 миллионов. Все зависит от того, что и как там будет сделано. Первоначально было там почти 100 миллионов еще необходимо. Вот, бизнес-план таков. Так, деньги, а не ослышалось? Нет, Марьям не ослышались, Олег. Плюс, деньги превращены в бетон и металл. Как их вернешь? А зачем их возвращать? Они капитализировались, Олег, уважаемый, плюс. Значит, они вернутся. Они вернутся через... Они капитализировались, слава Богу. Вот, это все прозрачно. Они выйдут на... Не сегодня, а завтра они выйдут на открытый рынок акций. Или же станут, значит, более, как бы, возможность пользоваться, и они станут ликвидными через токены. И они превратятся в деньги, которые были вложены туда. Это, значит, это примерно было бы так же, как я построил. Или вы, Олег, построили дом, да? Сделали, его превратили в кирпич и бетон. Вставили мебель и стали думать, а как же теперь эти деньги вернуть? Да никак не вернете. Вы можете просто рассчитывать, что вы не снимаете у кого-то квартиру. Ежедневно не платите, или, извиняюсь, ежемесячно не платите 200 долларов, там, или, там, я не знаю, там, сколько долларов за эту квартиру. И складываете по 200 долларов ежемесячно в кошелек. Все. Это такой, как бы, ну, упрощенный пример. Не более. Пока. 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 А дальше и в вашем доме вы никогда дивидендов не получите. Разве что продав его. И то еще не факт. Понимаете? Что надо его ремонтировать и так далее. В данном случае есть возможность того, что, и она реальная, она капитализируется. Я вам показывал, что уже даже только расчетно, какая капитализация происходит, если вы посмотрите снова ту таблицу, которую я размахиваю уже, который вебинар здесь. Исправляю ее шаг за шагом. Вот. Что она капитализируется, инвестиция. И это значит, что возможность будет получить выгоду первую. Это действительно тот залог, который превратился в акции, взять его и продать. В конечном итоге сказать, что уже сейчас значительно выгоднее нас в последующем этапе, если таковая возможность была, была бы, продав сегодня, получить определенную уже дельту. Выгодно? Выгодно. Плюс дивиденды. Даст Бог, они будут. Будут. Никуда они не денутся. Борисович Битая. Так, Татьяна Зеверьевна. Олег, не превращены, а вот капитализированы. Правильно, Татьяна? И теперь я вернусь обратно к вопросу, который был там в начале. Значит, сейчас я посмотрю, как он там звучал. Я пообещал, что я в конце буду так. Извебил, можно сказать, срок обновления. А, своего авто. Если я правильно, Олег, вас понял, сможете в установленный срок обновить. Я думаю, что да. Я устанавливал срок 21 год, если я не ошибаюсь, да? Я думаю, что да. Каким-то образом я это сделаю. Так что никуда, никуда не деться. Никуда не деться, куда мы все идем. Так, и что еще? Так, дорогие друзья. Мне еще чемодан не собран. Неорганизованный я у вас. И если вопросов нет, я, значит, желаю вам всем хорошо завершить с толком и с расстановкой тринадцатый этап, перейти на четырнадцатый. Вот, держать ухо на востре, быть открытыми к обучению. Ждите, значит, информации, и будет нам всем счастье. Поэтому, благодарю вас за внимание, желаю всем добра, процветания вам, вашим близким. Самое главное, дорогие друзья, это здоровье. Не мучьте свой внутренний мир, будьте открыты, счастливы и проактивны. И тогда будет все хорошо. Мы построим инновационные трассы, создадим транснет и спасем мир. А он действительно в очень нехорошем тенденциях находится с одной стороны. Но с другой стороны, мы и нам подобные люди стараются его изменить в лучшую сторону. Если это не делать, то кто это сделает? Удачи вам всем. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok